Известный журналист и телеведущий Андрей Малахов с удовольствием рассказывает с экрана телевизора о чьей-то личной жизни. При этом о своей не любит распространяться, даже держит в тайне. А вопрос о его национальности и вовсе того. Но не в этом суть. Сегодня поговорим о его отношениях с женщинами и мужчинами тоже. Любовных романов у него было много, причем наблюдалась такая тенденция, его избранницы были несколько старше него и довольно богаты. Хотя он и сам сейчас далеко не бедный человек. И слухи о его нетрадиционной ориентации звучат не только со страниц масс-медиа, но и из уст некоторых знаменитостей в его адрес. Кроме того, Андрей Малахов был неоднократно замечен в известном гей-клубе «Три обезьяны» в компании Загорелого и накаченного спутника, имя которого так и осталось неизвестным. В то же время, на самом пике своей карьеры, Малахов был вынужден покинуть первый канал, возможно, из-за сексуальных домогательств руководителя Константина Эрнста, о сексуальной ориентации которого давно судачит. Поэтому слухи о Малахове весьма неоднозначны и противоречивы. Но в то же время имеют место быть. Будущая звезда телеэкранов, который на протяжении уже не одного десятка лет, является телеведущим различных увлекательных ток-шоу, которое по душе рядовому зрителю родился в 1972 году в Мурманской области в небольшом городе Апатиты. Его мама – воспитатель детского сада, отец – геофизик, изучавший подземное богатство Кольского полуострова. В школьные годы Андрей с удовольствием занимался учебой, а также посещал музыкальную школу по классу «Скрипки». Но педагоги настояли, чтобы он стал ведущим музыкальных конкурсов и концертов, так как это у него получалось намного лучше, чем музыцирование. Надо заметить, что его одноклассником являлся всем известный диджей-групп Евгений Рудин. Школу Малахов закончил с серебряной медалью, а дальше устремился в столицу поступать на факультет журналистики в Московский Государственный университет имени Ломоносова и окончил его с красным дипломом. Будучи студентом, Андрею посчастливилось побывать на стажировке в Америке. Он жил в доме декана факультета Мичиганского университета, а потом попал на телестудию Детройта, кроме того, подрабатывал разносчиком газет в свободное время. Личная жизнь Андрея Малахова всегда была интересна. Сам же он старается о ней нигде особо не распространяться. Но публичному человеку сложно сохранить все в тайне. Так, например, в школьные годы он был по уши влюблен в одноклассницу Таню. Долго ее добивался, и когда уже добился, и они даже начинали встречаться, то родители девушки переехали в другой город, где она впоследствии вышла замуж за местного певца. А во время учебы в МГУ он серьезно увлекся шведской оперной певицей Лизой, которая была старше него на целых 13 лет. Но разница в возрасте, кажется, никого не смущала. Роман был довольно серьезный, так как пара прожила в гражданском браке целых 7 лет. Но предложение руки и сердца Лиза так и не дождалась. Уехала в Швецию, а у Андрея в это время как раз начался рост в карьере. Через какое-то время стало известно, что Лиза погибла, выбросившись из окна. А следующей возлюбленной Андрея Малахова стала довольно обеспеченная бизнесвумен, владелица рудников ЮАР Марина Кузьмина, которая также оказалась несколько старше Андрея. Их роман был довольно громким и бурным, но непродолжительным. И поговаривали, что Марина добавила приличную сумму денег для покупки квартиры Малахову. Но тот, как настоящий мужчина, деньги взял в долг, а позже вернул все до копейки. А вот Елена Корикова не на шутку взволновала сердце Андрея. Он клялся ей в любви, подарил очень дорогое кольцо и говорил, что скоро сделает предложение руки и сердца прямо на церемонии ТЭФИ. Но предложение не последовало. Вообще же в разное время Малахову приписывали любовный роман с меховой королевой Еленой Ермак, а также сестрой нефтяного олигарха Аллой Ругой. С телеведущей Ксенией Собчак поговаривали о связи с родственницей владельца торговой марки Боско Дичеледжи Анной Моисеевой, модельером Эммой Салимовой, дизайнером Анной Бурмистровой, а также приписывали любовные романы и с мужчинами, а именно с американским модельером Кельвином Кляйном и одесским певцом Максимом. Была в жизни Малахова Маргарита Буряк и опять же старше Андрея. Чем объясняется такое предпочтение, сложно сказать. Поговаривали, что их роман просто фикция, ничего более. Но Андрей однажды возил любимую к себе на родину, где по-семейному отпраздновали Новый год. А потом расстались. Но куда более серьезные намерения были у Андрея Малахова к Анне Седоковой, которую он собирался позвать под венец 9.09.09 в красивую, а некоторые такие даты называют даже сакральными. Они вместе вели различные проекты, снимали видеоклипы и Андрей представлял Анню именно как свою невесту. А потом их отношения снова резко оборвались без объяснения причины. Зато в девятом месяце 2009 года Андрей Малахов представил всем свою новую возлюбленную Наталью Шкулеву. По образованию Наталья юрист, родилась в Чите и на 8 лет младше Андрея. Родители Натальи довольно состоятельные люди. Папа, журналист, издатель и медиа-менеджер, производящий и распространяющий такие издания как Элли, Максим, Антенна Телесим, Счастливые родители и многие другие. Роман между Андреем и Натальей развивался медленно, но уверенно привел к свадьбе в 2011 году. Бракосочетание состоялось во Франции и обошлось в полмиллиона евро. Одно платье невесты стоило 50 тысяч евро. Наталья не светский человек, обладает скромностью и интеллигентностью, на слухи внимания не обращает и никак не комментирует все, что всплывает время от времени о ее муже. А в 2017 году она подарила мужу наследника Александра. Малахов любит делать семейные снимки, на которых видно, что он счастлив с женой и сыном. Сейчас жена Малахова Наталья является издателем журнала Элли, а сам Андрей – главный редактор журнала Стархит при издательском доме Тесте. Судачить о нетрадиционной ориентации Андрея Малахова стали еще много лет назад. Причиной тому было, вероятно, отсутствие жены. Но в свои почти 40 лет он таки отважился связать себя узами брака, а в 45 впервые стал отцом. Но и это не помогло. Кстати, в 2019 году стали активно поговаривать о любовном романе Андрея Малахова и Вике Белоцерковской, писательницы и блогера, так как пара отдыхала на французском побережье. Но вскоре разговоры утихли, а оба виновника сплетен, отнеслись с юмором к подобному предположению акул-пера. Вообще же личность Андрея Малахова довольно заметная в шоу-бизнесе, поэтому неудивительно, что и в будущем о нем, о его семье узнаем много интересного. А мы пожелаем Андрею Николаевичу просто хорошо выполнять свою профессиональную работу и радовать телезрителей своими новыми интересными проектами. Субтитры создавал DimaTorzok